Доброго здоровьица, уважаемые посетители моего канала! Я сейчас обращаюсь больше к думающей части посетителей, которые более-менее владеют своим собственным умом, имеют какое-то запас знаний. Что я хочу сказать, это как раз видео будет таким, войдет в золотую коллекцию народной медицины и вообще врачевания, но только для людей, которые обладают разумом. Ну, я постараюсь все это изложить, конечно, максимально приближенно ко всем людям. Что я хотел бы вот в этом видео сказать? Что существуют такие моменты в жизни, можно так сказать, прозрение, или когда у тебя на основании твоего опыта, на основании пройденного материала, на изучение всяких оздоровительных систем. Как говорит мой американский друг, вдруг торкнет тебя. Да вот же, вот на это ориентируется. Вот здесь прослеживаются закономерности. То есть в этом видосе я хочу, в первую очередь для себя, для себя-то я уже сделал соответствующие выводы, а показать вам, значит, как я нащупал, ну это для себя мы с вами разговариваем, какие-то общие закономерности, которые лежат как в плане оздоровления, так и в плане вызывания болезней. Свой видосик. Да, чтобы этот видосик вот получился, необходимо соединить ранее известные знания и опыт с знанием и опытом в другой области. И на основании вот этого вот синтеза, соединения, увидеть вот эти общие закономерности, которые можно использовать. Что бы я хотел еще отметить, это повторение мать учения, а отец разума, это, конечно, когда человек обладает возможностью на причинно-следственном уровне выявлять что-то новое, что-то вроде как ранее скрытое, и это применять к себе. Я стараюсь сделать так, чтобы то, что я узнал, и когда вообще я узнавал, я старался это применить к себе. И тем более, когда я чувствовал, что это действительно заслуживает внимания, это действительно вносит большой вклад в свое собственное здоровье и благосостояние. И тут, как бы сказать, лично я чувствую, что я становлюсь неудержимой, действую. И, кстати, хочу выразить благодарность посетителю, когда был совсем недавно отзыв и ссылка на посмотреть фильм «Единственный победитель» у Бутейко. И вот на основании этого фильма я сделаю свои рассуждения, свои разъяснения, свои какие-то дополнения, сопоставления. Ну, как это у меня получится, сейчас вы узнаете это все сами. Видео, конечно, будет длинное, но постараемся уложиться в час, хотя тут один фильм, только час сорок две. Итак, мы с вами начинаем смотреть фильм и делать соответствующие выводы, пояснения. 22 года шла борьба. И только 15 сентября 83-го года, немножко до двух лет не затянули, мы выдали адское свидетельство. Вообще 22 года шла борьба. И мы все-таки победили бюрократию медицины. Значит, мне сказать, что это единственный победитель, который в медицине победил. Это Бутейко рассказывает о том, что он, в конце концов, запатентовал свой метод. Итак, что же открыл доктор Бутейко? Так, что? Причину болезни. Причину болезни. В чем это причина, кто может сказать? Так, Роман, в глубоком дыхании. А с чего вы это взяли? Вот любой скажет, что причина экология, плохое питание, там, и так далее, и так далее. Как доказать, что это глубокое дыхание причина болезни? Так? Надо глубоко подышать. Конечно. И что докажет, что причиной является глубокое дыхание? Что с человеком должно быть, если причина глубокое дыхание? Что будет? Ухудшение самочувствия. Совершенно правильно. Значит, я должен сказать, что это не просто какой-то тест пустяковый. Это глубокая дыхательная проба Бутейко, которая является абсолютным доказательством истинности его открытия. Только так можно доказать, что причиной является именно глубокое дыхание. Ни экология, ни питание, ни нервная жизнь, ни стресса, ничего больше. Я на этом не согласен. Существует причина глубокого дыхания. Не у всех людей, в первую очередь, возникает... То есть, если бы это причина глубокого дыхания была, то, естественно, там практически все бы болели. Хотя там все и болеют. Но, как практика показывает, не все болеют. Хотя степень, допустим, вот этого глубокого дыхания имеется у тех или иных людей. Человек, я считаю, и я высказываю свои мысли, человек раздышивается тогда, когда у него накапливаются вот эти вот разного рода эмоциональные переживания, которые вызывают сбой в организме. То есть, раз возникнул этот сбой, он дальше начинает, без понимания его причины, он просто-напросто начинает углубляться. И, естественно, человек там, будем говорить, раздышивается. И, кстати, вот этот факт того, что человек подышал, и у него самочувствие резко ухудшилось, вплоть до того, что он может потерять сознание, это было давным-давно обнаружено, можно так сказать, уже где-то 130 примерно лет назад. Этот эффект называется вригобора. В то время люди изучали, как устроен организм, как устроено дыхание, как идет перенос газов, как это происходит. И вот на основании вот этого простого феномена, то, что человек грубоко подышал, и потом упал в обморок, было открыто, что для того, чтобы дыхание было нормальным, и кислород переносился аж в клетки, с легких клеток, было установлено, что должна быть определенная концентрация в организме углекислоты. Тогда все идет нормально. Я не буду углубляться в объяснение этого физиологического феномена, просто вот так по-детски скажу. Недостаток углекислоты приводит к тому, что начинает проявляться разного рода особенности этого процесса, когда недостаток углекислоты начинает в организме выделяться слизь, для того, чтобы закупорить бронхолегочные пути, чтобы человек, как бы сказать, хотя бы накапливал, не раздышивался, начинают сужаться сосуды, начинают возникать спазмы, и пошло-пошло-поехало. Это важно понимать. Но вот я сижу, и я не раздышался. С какой стати я должен раздышаться? Это прежде всего для большинства людей, это они получают какое-то известие, которое их начинает волновать. Из-за всю жизнь этих известий или еще там чего-то накапливается огромное количество, которое приводит к тому, что человек углубляет свое дыхание, вымывает углекислоту, и начинается ответная реакция организма на то, чтобы удержать любыми средствами эту углекислоту. Это мое мнение. Вот сейчас распространились методы, значит, обливание холодной водой, употребление мочи, значит, бегание по экстрасенсам и так далее. Это лечение или не лечение? Сразу я хочу сказать, вот есть такое слово, невежество, что означает невежливое отношение к, ну, допустим, к человеку, который вам что-то начал рассказывать, ну, конкретно про мочу. У вас имеется свое представление. Вы не знаете о механизмах действия этой мочи на организмах человека, и вот это у вас все начинает, как бы сказать, протестовать. То есть незнание порождает враждебное, а в большинстве даже агрессивное отношение к этому человеку. Вот что значит слово невежество. Вот если бы разобрались, когда помогает, и в каких случаях помогает обливание, вот, и для чего его использовать, в каких случаях помогает применение той же мочи, тогда было бы ясно, что касается бегания по экстрасенсам, то тут я согласен. Вместо того, чтобы разбираться в своих собственных причинах, почему, откуда все это возникает, человек, значит, пытается с помощью других людей за деньги решить эти вопросы. Но и тут можно так сказать, что в некоторых случаях, в некоторых случаях, и экстрасенсы могут указать на то, что человек не в состоянии знать, понять на данный момент. Но это должны быть хорошие экстрасенсы. И они могут дать действительно дельный совет. И вот это вот невежество, невежество, вот эта враждебность, она вот у всех людей вот так вот проявляется. А должна быть выслушать этого человека, и если тебе что-то непонятно, как-то изучить для себя вопрос. Не для кого-то, а для себя. А что она делает? Та же моча, то же обливание. А чем может экстрасенс тебе там помочь? И тогда как-то будет всё ясно и понятно. И что я ещё хочу сказать? Конечно, есть методы, и вот мы подходим, которые воздействуют основополагающе. Вот я вам всё рассказываю о том, что задача наша с вами – это создать здоровые, нормальные условия в организме. Для того, чтобы жизненные процессы протекали. Создать им нужные условия. Для этого я вам говорю, там очищение толстого кишечника, там печени, потом идёт там питание и так далее. Ну, а Константин Павлович Бутырько, тот больше на дыхание, как наибольшую, так сказать, силу, которая влияет на организм человека. Вот с этим работать. Как бы сказать, я не возражаю. Хотя там тоже даются кое-какие там советы, но пойдём тут. Вот как раз по ходу этого фильма будут проясняться вот многие такие интересные вещи. Так, лечение или нет? Нет. Нет, а почему это не лечение? Так? Не устраняет причины. Конечно, совершенно правильно. Раз причины не устраняет, значит, человек может вылечиться или нет? Конечно же нет. Но почему тогда эти методы существуют? Кто может сказать? Почему эти методы существуют? Лучше от них делается или похуже? Всё-таки как? Бывают методы, которые получают, ну, скажем, обольёшься холодной, лучше будет или хуже? Почему? Как уменьшитель дыхания срабатывает совершенно точно. То есть лечит только то, что устраняет причину болезни, уменьшает дыхание. Так вот как раз та же моча может подействовать на причину болезни. Я не хочу сказать, что она во всех 100% может там подействовать, но тем не менее она работает, обливание работает, экстрасенс может помочь, очень хорошо помочь. Но дальше надо включать свою собственную голову. А причины бывают действительно разные. И вот работать с этими причинами, которые, видите, ну, можно сказать, большей частью упираются в то, что человек раздышивается и уходит из организма углекислота, и тогда начинается просто ответная реакция организма на то, чтобы её удержать, которая уже воспринимается как разного рода болезни, болезненные симптомы. А причиной чего ещё является глубокое дыхание? Кто может вспомнить, мальчики, девочки? Причиной болезни ещё чего? Пороков, правильно. Что подразумевается под пороками? Кто может вспомнить? А я бы не сказал, что глубокое дыхание является причиной разного рода пороков. Это прежде всего изъяны в сознании, которые заставляют далее волноваться, то есть поднимают эмоциональный уровень человека. Эмоция, слово эмоция переводится как волновать. Вот они начинают волновать нервную систему, нервная система начинает волновать мышечную систему, органы различные работают наперекосяк. И пошло тогда действительно и вот это углублённое дыхание, и вымывание углекислоты, и разного рода спазмы. Переставлять, что дыхание, вот мы тут дышим, значит, вот мы там, и благодаря этому мы становимся. Пороки существуют прежде всего в нашем сознании. И далее проявляясь, они начинают влиять на наш организм. А если мы путём осознания, а не просто, вот, ага, я не буду сейчас дышать, я избегну, знаете, жадности, я, значит, устраню, там, допустим, свой, там, гнев, раздражительность или ещё что-то, вот, за счёт этого, я думаю, это не получится. Как был человек жадный, в спокойном состоянии или в взволнованном состоянии, он так и останется жадным, пока у него не произойдёт переворот сознания. Это всё равно, что какая-то имеется проблема, вот, примерно, какая-то имеется проблема, а ему дают разного рода успокоительные лекарства. Грубо говоря, там, у кого-то умер родственник, и, естественно, он потерялся, разнервничался, вот. А ему говорят, ну, вот, ты подыши, ты там успокойся, ну, проблема-то родственника не вернёшь. Тут в сознании должно сработать сознание, которое тебе объяснит, что то, 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 как это должно быть, и ты спокойным будешь. А не то, что ты там, вот, смотрите, подышал, грубо говоря, как-то там успокоился, да, либо же, как современная медицина поступает, она просто-напросто даёт лекарства, чтобы человек стал каким-то овощем. Но в сознании-то будет какое-то действие, которое приведёт к правильному пониманию вот этой проблемы или нет? О чём я вот это хочу сказать? И когда вот так всё это, значит, подносится, ну, с детьми я там согласен, там, вот, но мы взрослые люди, и в конце концов понимаем, если ты взял кредиты и должен выплачивать, и что ты подышишь, и они заплатятся, или ты успокоишься, почему люди берут кредиты из-за того, что они глубоко дышат? Или может они просто-напросто имеют такое детское сознание, что их надо отдавать, а если ты не заработал, грубо говоря, на эту машину, и не знаешь, как это, взяв кредит, то как ты будешь это всё отдавать дальше? Вот о чём речь. Поэтому вот здесь как-то не надо упрощать, да, вот таких вот детских вещей. И ещё чего причина является глубокое дыхание? Вы рождение называли уже, ещё я напомню вам, преступлений. Конечно, вспомнил, да, Роман? Преступлений. Что относится к преступлениям? Дайте вспомним. Ну, что есть преступления? Убийство, воровство, мошенничество, значит, разбой, всё вплоть до захватничества и войн. Смотрите, очень легко теперь получается объяснить это. Глубоко вы дышите. То есть та мерзость в сознании, которая имеется у людей, которые всем этим вот, всё это совершают, это всё оправдывается тем, что глубокое дыхание там, якобы они там перестанут, и станут там добренькие, станут законопослушные, и все эти вещи у них уйдут. Нет, тут должна быть работа с сознанием, должно быть, будем говорить, пересмотр своего собственного мировоззрения, черт характера, привычек. То есть, ну, вы видите, какая-то нестыковка. Я это легко и просто вижу, и меня это даже где-то возмущает. И у меня от этого возмущения, от этого возмущения увеличился голос. Я начинаю вот говорить, я начинаю раздышиваться. Так я раздышиваюсь из-за чего? Просто я сам по себе раздышался. То есть, если бы я раздышался бы, вот сначала раздышался, и у меня начали проявляться гнев, жадность, желание кого-то обмануть, вот так будем поступать. Доведём всю эту ситуацию, можно сказать, до такого логического, значит, конца. Значит, я раздышался, и у меня появляется желание кого-то убить. Далее у меня появляется желание обворовать, желание, значит, ограбить, желание там нагрубить, желание ещё что-то, желание ещё что-то. Так, вот я раздышался. Но, 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 что показывает в жизни практика? Что сначала возникают эти желания, вот эти вот, желание что-то чужое приобрести, желание там, допустим, вот тебе не нравится там этот человек, ты готов с ним подраться, ещё там какое-то там желание, разбой и прочее. Вот, а потом уже, потом уже, вы начинаете вот эти вот эмоции, начинают вас волновать, и вы начинаете раздышиваться. И организм тогда начинает, проявляет свои собственные, закономерные реакции на то, чтобы это раздышивание как-то привести к норме. Ну, давайте дальше. Видите, как интересно пошло у нас дело. Причина всего этого найдена уже 40 лет назад, в 1952 году, и до сих пор замалчивается, скрывается от человечества. Причина этого, ещё, если мы возьмём библейские времена, и в библейские времена было известно, не укради, не убей, сколько там, от сотворения там мира прошло 7,5 тысяч лет, и это всё как было, так это всё и есть. Вот это вот всё. А не то, что с 1952 года вот это вот так выдаётся. А всё остальное, значит, отбросилось. Мы ещё не говорили на тему того, в человека могут вселяться тёмные сущности. То есть, это вообще-то, да, вот этого нету. Что они могут руководить человеческим существом так, как им хотят. Мы это всё опускаем. Вот этого нет. Вот одна причина. То есть, вот оно раз, раз, а за ней ничего нету. Вот она одна. То есть, я раздышался, у меня только хоп, грубо говоря, бес вселился. Я раздышался, и у меня появилась потребность, допустим, кого-то там ограбить. Абсурд! То есть, здесь надо поставить всё это, так сказать, в свою последовательность. Это моё мнение. А вы хорошенько подумайте, а то некоторые будут возражать, да вы чё, это вот это, 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 подумайте своей головой. Вот сначала подумайте. Поэтому замалчивание само по себе является уже преступлением. И надо вам сказать, что это в результате замалчивания за, значит, все эти годы уже уж умерло от глубокого дыхания больше двух миллиардов человек. Значит, само по себе это является главным преступлением в истории человечества. Видите, какие интересные делаются на основании этого выводы. Ну, ну подумайте своей головой, а потом как-то вот это говорите. Вот это вот и есть невежество, незнание, определенных областей знания приводит к такому, что мы отрицаем вот это, мы отрицаем вот это, мы отрицаем вот это, и выстраиваем какую-то свою собственную систему взглядов. В 79-м году, когда я узнал о нем, меня жизнь толкнула на смысленные поиски, как смертельно больного человека, пневмосклероз, пораженный кишечной системой, желудочная наследственность по желудочным заболеваниям. Вот это наследственность, желудочная наследственность, или же это все возникло из-за того, что семья вела, вернее, в семье были определенные пищевые привычки, которые дети, естественно, восприняли от своих родителей и получили примерно те же заболевания, которые, допустим, у них были. Вот опять-таки думайте, думайте, не просто так вот что-то там, знаете, бросайте фразы, бросайте фразы. И в любом случае, чтобы вот это вот ваше раздумывание и далее какие-то шаги к действию приводили к тому, что улучшают качество вашей жизни. Вот это очень важно. Перспектив никаких, кроме могильной. Поэтому я нашел по счастливому стечению обстоятельств. Женщина дала мне лекцию Бутейки, за что я по гробу жизни ей обязан. Кстати, сама она не смогла этого оценить и понять не смогла. А для меня это явилось спасение. Я уж как-то не хочу ей брать то, что я написал, книги. И некоторые не оценили, выбрасывали их, а другие находили эти книги и использовали как раз. И вот так же выкарабкивались из каких-то сложных ситуаций. Здесь вот действительно вот тут право, что надо оценить ту информацию, которая к вам пришла через эту лекцию или через книгу или через общение. Вы должны ее оценить и одеть на себя, насколько она вам может помочь. Попробовать, посмотреть, опять-таки поразмышлять. Я приехал к нему, выздоровел с помощью его метода и бесконечно рад, что являюсь его учеником. Я в своих книгах не хочу, чтобы вы подумали, что я противопоставляю себя там бутейка, как-то там хочу там с ним мериться и так далее. Я в своих вам говорю, что все, что допустим я написал, это общечеловеческое знание, которое опирается на то, как организм устроен и как работает. Тоже самый эффект Константин Павлович бутейка. Заслуга заключается в том, что он особо это донес. То есть, что вот этот эффект есть. Если у вас недостаток углекислоты в организме, то ваше дыхание неполноценное и ткани начинают страдать, от этого развиваются болезни, который был обнаружен физиологами аж 130 лет назад. Его заслуга в том, что он донес. Вспоминается, вот Колумб Америку открыл, а доказали, назвали эту Америку потому, Америкой, что некто Америнга сказал, что это там не остров какой-то, не Индия, а это самостоятельный материк. Ну, примерно вот так. чтобы вы меня правильно понимали. Это очень важно. А не просто там, что я какой-то противник, бутылька или еще. Нет, мы тут еще не подошли к главным темам. Ой, далеко не подошли. С самого начала было ясно, что это самое крупное открытие в истории человечества. Это вообще никаких сомнений не вызывает. Ну, то, что оно было открыто 130 лет назад, вот этими двумя людьми, чьим эффектом его и назвали. Оно, к сожалению, вот не использовалось. Кстати, Павлов, Иван Павлов открыл, как работает пищеварительная система, и в своих опытах он показал, что на каждый пищевой продукт выделяются свои пищеварительные соки, создается своя среда в желудке, и сроки пищеварения свои собственные. Вот. на каждый пищевой продукт. Так, это было открыто, и пролежало только Шелтон это взял и применил в своей школе в виде раздельного питания. Как это вот работает. Теоретическую основу дал Павлов, а воспользовался ею вот Шелтон, ну и теперь и мы воспользовались. То есть, вот заслуга. Так что, чтобы ясно было, вот это открытие, тут не открытие, а именно он показал внедрение, последствия этого открытия, которое до сих пор не оценено современностью. Вот иногда нас называют фанатики и так далее. Какие мы фанатики, если за 40 лет значит, ну, минимальное количество населения знает об этом методе. Вот этот разрыв между возможностями метода и между чудовищным замалчиванием он все мыслимое превышает на земле. Ну, замалчивание, я бы не сказал даже, что это замалчивание. Это особенности, опять-таки, человеческого менталитета. Это ж надо дышать, это ж надо что-то делать, это надо самого себя заставить действовать вот так-то, вот так-то. То есть, метод-то подразумевает, что вы начинаете контролировать себя, начинаете работать с собой, а к этому вот действительно, вот именно к этому люди не приучены к тому, чтобы контролировать себя, работать самим собой. Им проще вот это вот, как бы, они считают здоровье вернуть тем, что, опа, да приму-ка я таблеточку. Кстати, я ехал в поезде туда, в Москву, и со мной в вагоне СВ ехала 27-летняя девушка, которая меня поразила тем, что, что это самое, что-то у нее там такое случилось, она достает свой чемодан, и вылаживает, вот посмотрите, вот такой вот пакет с лекарствами, 27 лет, мезим, чтобы там, что-то там переварить, что-то там голова не болела, что-то там, грубо говоря, уснуть, чтобы там проснуться, что-то там кишечник заработал, что-то еще, вот такой вот пакет, вот смотрите, вот такой вот пакет, И мне там как раз говорит, может вы там мизинчика примете, чтобы там заработать желудок. Я говорю, вы знаете, что если вы принимаете что-то, принимаете то, что вам помогает, то со временем желудок перестанет сам переваривать пищу. Только вот с этими добавками будет. И она говорит, о, точно, у моей подружки такое же уже произошло. Ну так вот, у вас и такое будет. Так что дело не в замалчивании. А этот метод, будем говорить, в свое время довольно-таки широко был известен. Но работа человека над самим собой, все это перечеркнуло, не хотят работать над самим собой. Просто не хотят, не умеют, попробуют там, добросают. Тем более, это все надо делать регулярно, а не на скоком. Вот поэтому и все эти методы оздоровления, они просто-напросто буксуют. Как у бутейка, грубо говоря, так вот это, что я написал в книгах, столько отзывов, столько результатов, столько всего. И где это? Где это? Это ребенок как раз продукт замалчивания и открытий. Нет никаких абсолютно сомнений о том, что ребенок излечим, поэтому ты больше излечим, а это лучше обязательно. У девочки полностью нарушение обменного характера, задроможенность. Ребенок психически не доводилось договаривать, и уже изуродован полностью. То есть он находится под бесконечным гнетом своей болезни. Между тем, этот ребенок мог бы не болеть никогда, он мог бы быть заведомо рожден гениальным ребенком, значит, никогда бы он не страдал. У нас в группе нет ни одного примера не излечения этих заболеваний. То есть последствия того, что человек, он вроде бы здоров, вот внешне здоров, о том, что он раздышался, и у него начинают идти неправильно вот эти все там обменные процессы, из-за того, что недостаток этой углекислоты, они вот действительно поражают, видите, на кожу вылез там нейродермит, то, сё, пятое, десятое. Ребенок чувствует себя неполноценным, это его подавляет, тем более он начинает понимать, что вот эти больницы, что эти какие-то лекарства и прочее-прочее его угнетают. То есть проявление вот этого недостатка углекислоты в организме приводит к тому, что именно клетки, ведь мы дышим для того, чтобы в конце концов каждая клеточка, вот мне понравилось у Константина Павловича то, что он открыл, что в клетке находятся там 700 ферментов, там грубо говоря 20 там витаминов, и в зависимости от того, какая концентрация углекислоты, клетка может взять вот этот вот кислород на осуществление вот этих всех реакций у себя внутри клетки, полноценно, комбинат работает полноценно, витамины усваиваются, все эти ферменты работают, все, клетка мощна и может защищаться, и так все клетки в организме. А когда идет недостача, вот именно кислород думают, что мы ему сейчас больше подадим, а он оказывается так, тогда нормально усваивается организмом и клетками, когда есть необходимая концентрация углекислоты. И вот когда она есть, организм сам начинает работать, и все эти болячки, которые возникли из-за того, что клетки, недополучая вот это энергетики кислорода, начинаются различные сбои, вот как он говорит, 150 разного рода болезней возникают, вроде как непонятные, и каждую из этих болезней пытается лечить своими собственными рецептами, в некоторых случаях они даже и помогают не без того. Но насколько? Причина та, причина та не уходит, а сбой мог у этой девочки быть из-за того, что, грубо говоря, она где-то переволновалась в свое время, переволновалась. Кстати, я дальше, дальше тогда расскажу про Костомарова, насколько я вижу эту ситуацию с учетом вот этого феномена недостатка углекислоты. Почему это произошло? Не просто непонятно, как для большинства, а это просто закономерно, знаете, классика. Вот если ты вот этот феномен знаешь. Кстати, вот я смотрю на это, конечно, на эти вещи, и вот, будем говорить, вот если, значит, глубокое дыхание вот так является первопричиной, а вот у животных, ну, допустим, тех же там, которые также имеют такое же теплокровное животное, типа, грубо говоря, лошади, там, коровы пускай, там, овцы, то же самое они там имеют, там, собаки, а у них что-то не случается вот от этого глубокого дыхания, там, вот этих всех феноменов. Что-то как-то не происходит, вот, вот, вот. Ну, и я еще читал ваши отзывы. Один высказал свое мнение так, вот, для него это непонятно. Говорит, ну вот, все создатели методов различных оздоровительных, они и до столет не доживали. А вот кавказский там долгожитель, не зная о глубоком дыхании, не зная, там, о правильном питании, не зная, там, об обливании, они, вот, переживали более ста лет. А в чем тут причина? Может, тут еще куча сопутствующих факторов, хотя мы разбираем пока вот этот, вот этот вот разбираем. И вот однажды я приехал в город Свердловск, Екатеринбург, теперь его называем. И на представление ко мне пришел какой-то ученик-бутейка Матасов. Как-то мне жалко вас, вы всей своей работой, вот, радость несете людям, вот, видно, что для народа работаете, для себя лично. Надо, чтобы вы были здоровы. Я говорю, да, я действительно себя плохо чувствую, у меня все время горло болит, вот, у меня насморк все время, я мучаюсь, при том, если у вас так холодно. Ну, он говорит, а что же вы бутейкой не занимаетесь? Я говорю, ну, я занимаюсь, но что-то не разберусь. Он говорит, ну-ка, давайте пять минут. Действительно, мы десять минут позанимались, он мне рассказал, я, оказывается, шел совершенно от обратного, вот, ошибся немножко. И он рассказал, показал, и я начал заниматься. Первое, что я заметил, я всегда мазал, так сказать, горло люголем. Люголь или масло шиповника покупал. Масло шиповника почти каждый день, утром и вечером, чтобы горло сохло. Потом я заметил, что что-то масло стоит. Это где-то дней на пятый, на шестой. Стоит масло, я его не трогаю, странно. Я так обратил внимание, как-то так, краем глаза бегаю, все, работы много. Потом обратил, что и горло не болит. Я раньше, если поговорю в микрофон немножко, а все-таки мой жанр, я должен разговаривать, я поговорю, у меня садится сразу горло. А здесь я занятия продолжаю, паузу довожу уже до 30 секунд, вот, и чувствую, легкость какая-то появилась. Во-вторых, я забыл, где у меня горло. Вот у меня насморк здесь, чуть ли не геморрит был, все это у меня разошлось. Я вообще цвет лица поменялся. Худенький стал, такой поджарный. Вот, ну и все испугались, говорят, ты что, заболел? Я говорю, да нет, я вот батарейку занимаюсь. Да прекрати, брось, ты обринду. Что, мясо нет? Да ты что, с ума взошел? Дыши глубже. Да чем это? Воздух кислород, жизнь. Народ, понимаете, так у нас настроен, потому что даже сейчас уже прошло сколько времени, включаешь радио, и грустно, говорят, товарищи, так гимнастика. Вздохнули, глубоко выдохнули, уже сколько лет, и продолжают убивать человека. Батейка очень много мне помогает, даже помогает вот чисто вот дыханием, я регулирую волнение. Ну, на сцене, ладно, это уже от Пежота, я там почувствовал, как, а вот борьба, например, с чиновниками была сложная, у меня с министерством. Волнуешься, знаете, раньше как-то, а потом я начал, научился, так, сдерживаешь себя, дыханием, паузу, так сказать, все, спокойно, ритм, и спал, и тогда такая легкость идет, такая сила, и они все не поймут, откуда эта энергия. Очень сильно помогает. Ну что, прокомментирую, смотрите, откуда энергия, сила, слизь. Если человек раздышен, то, естественно, организм старается всеми доступными ему путями, а в первую очередь, слизью, закупорить дыхательные пути для того, чтобы вот это вот дыхание шло гораздо медленнее, то есть, чтобы углекислота не вымывалась. И раз человек не понимает, вот это вот все у него и стоит, это слизь, эти простуды, этот гайморит. Как только он начал дышать, слизистые пробки не нужны организму теперь. Дыхание становится свободным, слизь эта отходит, носовые ходы, и все это очищается, расширяется, и все идет спокойно. Все это идет спокойненько. Плюс, откуда энергия берется? А энергия берется из-за того, что клетки, получая кислород, начинают работать на полную мощь. То есть, комбинат клеточный, получив все необходимое, он заработал. А так они не могут работать, они коптят, клетки-то наши коптят, из-за того, что кислород не доносится по той причине, что и недостаток углекислоты. Но кто подробно дыхание хочет там поизучать, посмотрите, что вот как раз отщепление от гемоглобина кислорода лучше происходит тогда, когда имеется определенная концентрация углекислоты. Тогда лучше отщепляется. А если этой углекислоты не хватает, то он вроде тут соединился в легких с гемоглобином, а отщепиться не может. Потому что для того, чтобы вот здесь присоединение в легких, присоединение к гемоглобину кислорода происходило, здесь определенная среда, ну, считается, что щелочная должна быть, да? Тогда он присоединяется хорошо. А вот здесь вот в клетках, из-за того, что они работают, они трудятся, среда должна быть более кислая, закисленная с помощью вот этих вот углекислоты. И тогда это все лучше идет. А раз этого нету, раз этого нету, и клетки хуже работают, и энергии нету. То есть у нас-то здоровье складывается от суммы здоровья наших клеток, нашего организма, так, физическое здоровье. А раз они плохо работают, то у нас и здоровья-то нету. Вот объяснил эффект Кухначева. Наконец появился Константин Павлович Бутейко. Эта клиника самая старая в России. Она была построена в 1775 году, и больницы строились на святых местах. Я думаю, что это святое место. Поэтому не зря здесь мне пришла эта мысль о том, что глубокое дыхание является причиной моей болезни и гибели цивилизации. Значит, это здание. И вот в этом фронтоме был кабинет моего учителя, академика Тареева. Он мне разрешил здесь заниматься. Вот 2 октября я решил искать причину болезни. И 7 октября вот в этом фронтоме пришла у меня мысль, что я болею от глубокого дыхания. И отсюда, собственно, все началось. И вот, собственно, здесь я и решил тогда посмотреть, как выглядит смерть. Я решил посмотреть 100 больных, умирающих, чтобы видеть, как выглядит смерть. И когда я примерно около 50 посмотрел, я нашел закономерность. Чем ближе смерть, тем глубже дыхание. Все глубже, 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 и умирают. Потому что все думают, что вот как умирают люди. Дыхание уменьшается, они умирают. Поэтому реанимация, все сейчас разрешивают дыхание. Больным разрешивают. И вот после этого закономерного открытия я делал прогнозы больным. Я медсестрам говорил, смотри за этим больным. Он к утру умрет. И он умирал. А сестры опытные начали меня пугаться. Сказали, что это студент-колдун. Как скажет, так и будет. А оказывается, я нашел закон. Чем глубже дыхание, тем ближе смерть. То есть закон этот Верига-Бора, закон или этот феномен, был открыт 130 лет назад. Никто им не воспользовался. Да, вот такие условия, такие это. И ладно себе. И забыли, кто о нем сейчас там помнит. А как раз Константин Павлович Бутыйко, благодаря своей наблюдательности, потому что здесь он не рассказывает, это в других интервью, он говорит, что он сам болел злокачественной астмой, вроде как с высоким давлением. И на лестнице вот этого как раз заведения, его схватил приступ, и он инстинктивно задержал дыхание. Задержал дыхание, и приступ прошел. Он этому удивился, подышал, ну так как поднимался по лестнице, почему приступ получился? Потому что поднимаясь по лестнице, он же задышал, как паровоз. И вот только приступ накрыл. Он, значит, дыхание перекрыл волевым усилием. Приступ прошел. И вот тут-то, вот тут-то, благодаря наблюдательности, должна быть наблюдательность за самим собой, вообще за всеми явлениями. И люди наблюдательные как раз и делают разного рода открытия, и сами себе помогают. Так вот эта вот наблюдательность подсказала ему, что, а, сейчас проверю, сейчас я подышу опять. И опять его приступ накрыл. Он прекратил дышать волевым усилием. Приступ прошел. И вот тут-то, тут-то, до него дошло, что, оказывается, вот этот, будем говорить, злокачественная астма, там, зибертония, насколько я так помню, можете ошибаться, возникает от того, что человек раздышался, вымылась углекислота. Оказывается, он и до этого, значит, дышал неправильно, что она уже, так сказать, была на истощении, это углекислота. И поэтому развивалась вот эта вот астма со всеми вытекающими там последствиями. Наблюдательность должна быть у человека, и должен сопоставлять причину со следствиями, и делать какие-то логические выводы, и на основании этого уже принимать решение, что и как. И в результате вот он, он говорит, Колумб Америку открыл, а назвали Америку по имени того, кто доказал, что это именно Америка. Вот Константин Павлович на этом феномене Верига-Бора, можно сказать, построил свое открытие, свою систему. То есть на определенной физиологической закономерности. Только ее надо было увидеть, только ее надо было прочувствовать. И сопоставить. Но я думал, как весь мир сейчас думает, что глубоким дыханием организм борется со смертью. А, кажется, глубокое дыхание, это и есть сама смерть. Вот что, как это оказалось потом. Это один из факторов, который вот заставил меня потом не отбросить мысль, что я болел глубокого дыхания, как сумасшедшую мысль, а испытать на себе. Второй фактор, тоже здесь же случился. Когда я пришел здесь в клинику в 1948 году, то мне дали первого больного, чтобы я его послушал. Я был студент дотошный. Я дал команду, как все дают, дыши глубже. И начал его слушать. Через минуту он упал, как подстреленный. Потерял сознание, все. Труп. Я к нему бросился, а он не дышит, пульса нет, ничего нет. И, конечно, я перепугался, потому что первый пациент тот же умер. Отчего? Ужасная вещь. Такие совпадения. Больной человек, уже у него была недостача углекислоты в организме, отчего он и болел. И когда ему предлагают еще подышать и вымыть эту углекислоту, то получается, что вообще клетки, недополучая кислорода, из-за того, что он не может идти. Это приводит к тому, что наступает обморок, сразу человек падает. Видите, какая интересная закономерность. Ну, я выскочил в коридор, здесь же, и позвал сестру. Говорит, идите быстрее, здесь умирает больной. Она заглянула, говорит, да, ясно. Ты его задышал. Оклемается, говорит, не пугается. Оказывается, на третьем курсе абсолютно закономерно. Ну, я попросил позвать ассистента, пока он шел, я пытался делать искусственное дыхание больному. Дыхания же нет. И пожалел, что нет дыхательного аппарата, чтобы заставить его подышать глубже. И хорошо, что не было аппарата. Был бы аппарат, я дал бы ему еще глубже дыхание, и убил бы его уже насмерть, он никогда бы не очнулся. Оказывается, дыхание остановилось, чтобы спасти его. Через несколько минут губы посинели, он вдохнул один раз, второй раз очнулся, сел и меня спросил, что со мной, я не знаю. То есть, человек теряет сознание и перестает дышать, и даже там и сердцебиение могут особо и не быть. Что в это время происходит? Происходит интенсивное закисление внутренней среды организма, то есть выработка вот этого углекислоты, концентрация поднимается, и кислород начинает усваиваться клетками, то есть человек приходит в себя. Вот интересно, да? Прибирался всем, Павел Иванович. Что такое? Вот обморок. Она говорит, ясно. Я забыл вам сказать, что очень сильно не заставляете дышать глубоко больных, иначе падут в обморок. Об этом вот, опять-таки, заслуга Константина Павловича Бутырька заключилась в том, что вроде все это знали, это все вот лежит, вот лежит, нагнись и бери. Они не могли связать обморок с недостатком углекислоты. И как это восполнять? Понимаете? Вот все было, столько поколений там врачей, столько поколений людей прошло, а у них вот не хватало ума это сопоставить. И можно сказать, что гений Бутырька заключилась в том, что он сумел вот это сопоставить. Видите как? Как случается. Все известно, все лежит. Бери и делай там. А не знаешь, что взять. А не знаешь, куда посмотреть. А не знаешь, как это использовать. И это очень редко, кто этим знает. Очень редко. То есть это на первом занятии студент второго курса обязан знать, что глубокое дыхание вредно, и от него может быть обморок. И что потрясающе, когда этот студент становится академиком, и к нему приходят больные, говорят, я падаю в обморок. И вот подумают, так ты же глубоко дышишь. Нет. Дают ему таблетки, всякую гадость. Понимаете, какой абсурд. Какая глупость. То, что должен знать студент третьего курса на первом занятии. А академик забывает. И более того, более того, вот эти академики спустили разного рода вот эти формуляры, по которым лечат те или иные заболевания, выводят человека, грубо говоря, из того или иного состояния, что в этом случае надо дать вот эту кислородную маску, которая еще больше вымоет углекислоту. Либо, значит, подсоединит к аппарату искусственного дыхания, который еще больше, уже принудительно все это вымоет, и человек гарантированно умрет. Понимаете, не просто он там в коме там побудет, а гарантированно он войдет в ком и умрет. Какой идиотизм, понятно? И вот эти два фактора заставили меня, не односельно мысли, что я болею глубокого дыхания, как сумасшедшую мысль. Я же перепугался. Когда я представил, что моя болезнь глубокого дыхания, потому что я схожу с ума, как это? Более сумасшедшей мыслью вообще не может быть. До сих пор во всем мире в Союзе лечат дыши глубже гипертонику, а я представляю, что от этого болеют. Понимаете? Это же высшая степень шизофрении. Я испугался, что я схожу с ума. И вот тут я решил проверить, так это или нет. Значит, я обратил внимание на дыхание. Кажется, у меня было свойство чувствительности. Я чувствовал, как входит вдох, идет воздух по носовым ходам, идет здесь вдох, бронхи, дебра расширяются, живот выпячивается, это вдох. А выдох наоборот, все выходит. Я что-то сделал, уже второй вдох был, в два раза меньше примерно, потому что я не знал, как уменьшать дыхание. То есть, до меня никто этого не делал. В два раза, как его уменьшить? Я прикинул, дай-ка я примерно в два раза уменьшу вдох. И это сделал тут же. Уже второй вдох меньше, сюда доходит. Третий вдох, ничего страшного, все прекрасно. Я чувствую, что я вдыхаю в два раза меньше. Значит, непонятно было. У меня биологическая причина мышления. Если я болею от глубокого дыхания, такое спасение, единственное научно обоснованное. Уменьшать глубину каждого вдоха до нормы. Тут же это было жестко обоснованно. Ну, он-то знает этот эффект, это берега-бора, туда дальше и скажет. То есть, вот просто-напросто опереться на физиологию, на то, как работает наш организм, как работает система дыхания, как она работает. Вот-вот ее, так сказать, поставить в те условия, чтобы она нормально работала. Больше ничего не надо. Третий вдох, ничего. Четвертый, уже хочется вдохнуть. То есть, у меня было еще одно свойство. Я очень чувствовал недостаток воздуха. Тоже редкое свойство. Я чувствую, что не хватает воздуха. Но, естественно, я же уменьшил дыхание. Пятый вдох, уже труднее. Шестой, я чувствую, что я сорвусь. Значит, я понял, что я понял. Что я очень сильно уменьшил дыхание. А оказывается, потом уже я нашел, что надо уменьшать дыхание на одну четверть по объему. Тогда легко. Я чуть добавил вдох. Уже легче. Еще вдох, легче. Ну, так я могу дышать вечно. И самое страшное, у меня начали исчезать симптомы. Моя постоянная головная боль. Постоянная боль в сердце. Зажим такой. Боль в почке. Холодные руки, ноги. Такое неприятное состояние. Холодные руки, ноги. Сразу скажу. Спазм, спазм сосудов, кровеносных сосудов. И в первую очередь возникает вот в конечностях. И вдруг начало тут же исчезать. Ну, две минуты не больше прошло. У меня исчезла головная боль, сердечная боль, почечная боль. Исчезли. Руки согрелись. Я как-то ожил, успокоился. За две минуты. Я же не знал, что дыхание имеет такую страшную силу. А раз причины мышления. Я знаю, что причина болезни глубокого дыхания. Что я должен был сделать? Вызвать болезнь. Чем? Углубить дыхание. Я сделал пять глубоких вдохов. Тем более мне хотелось дышать с удовольствием. Но опять зажало виски, зажало сердце. И я чувствую, что я падаю в обморок. То есть от пяти глубоких вдохов мне стало хуже, чем было до этого. И знаете почему? Потому что вот накопление углекислоты происходит не просто там в крови. Это одно. И вот недостаток как бы сначала там в крови. А кислород-то и углекислота, они из крови, из капилляров передаются через межклеточную жидкость, межтканевую жидкость клетков. И оказывается вот от капилляра до клетки там тоже пустота. То есть нету нужной концентрации. Это тоже важно подчеркнуть. Что вот этот резерв еще надо пополнить. Помимо того, что мы пополнили просто-напросто там в легких, в легких нормализовали. Нам надо еще в кровяном русле это сделать, нужную концентрацию углекислоты. Нам надо ее сделать между кровью и клеткой. Это значит межклеточная жидкость, межканевая жидкость, ну межклеточная жидкость. И наконец-таки в самой еще клетке, это же тоже клетки, они ого-го сколько там составляют нашего организма. И там ее повысить. То есть это все постепенно идет. И где-то вот, будем говорить, почему так вот человек подышал, он сразу вымыл, а там ее и не было в межклеточном пространстве нужной концентрации. И поэтому сразу вот такая вот отключка идет. Чтоб вы понимали, что думаете, здесь мы нормализуем, да там нормализуется по всему организму. А это время, это не просто там раз, два, три. Это время на это требуется. Значит я отключил что? Страшная ядовитость глубокого дыхания. Это страшнейший яд. Страшнее яда нет, чем глубокое дыхание, потому что я все лекарства перепрыл, даже яд. Но не надо так говорить, вот лично мне, это не яд, это просто ответ на реакцию. Зная вот этот эффект этого верига-бора, становится ясным, что, глубокое дыхание, что недостаток кислорода, мне хочется все называть, знаете, своими понятиями, чтобы это ясно. Это не яд, это просто такая физиологическая реакция. Бац, и все. Если бы это было яд, то она там, допустим, то есть яд действует совсем по-другому. Что-то там блокирует или еще там. Редко какой студент пробует все лекарства на себе. Я почти все перепробовал. Ни одного яда нет такого сильного, как глубокое дыхание. Я сейчас сделал два грандиозных открытия. Что мой метод уменьшения дыхания является страшнейшей силой лечебным средством, а глубокое дыхание является страшнейшим ядом. Это явно причина моей болезни. Я хочу для себя не бутыльку поправить, а вот именно для себя, знаете, расставить по полочкам. Глубокое дыхание за счет вымывания углекислоты парализует работу клеток и, соответственно, всего организма. И за счет этого организм пытается бороться с тем, что вырабатывает слизь, которую здесь накапливают, спазмируют кровеносные сосуды, допустим, в почках там спазм получился, почка заболела. Спазм получился где-то в сердце, сердце заболело. Спазмы кровеносных сосудов в области головы, голова заболела. Вот эти все следствия порождают от недостатка углекислоты. Что, кажется, кислород не идет, видите, какой интересный парадокс. Нормализация дыхания, нормализация концентрации углекислоты в организме, она просто-напросто выравнивает те функции, которые были в данном случае в каком-то ущербном состоянии и устраняет те реакции организма, с помощью которых он пытался удержать эту углекислоту в организме. То есть выработка слизи, там еще чего-то там-то такого, это все отходит. Это для себя, мои рассуждения. А там уж вы согласны, не согласны. На чем медицина занимается? Обучает людей глубокому дыханию, они заражаются, чем лечат? Дышит глубже, лекарство, усиливающее дыхание и убивает их. Вот что я открыл 7 октября 52-го года вот в этом кабинете. Вот как все это было. Тут интересный феномен. Медицина не опирается на знание физиологии и того, как должен нормально работать организм. Она на это не опирается и не пытается выравнивать эти функции. Она пытается их как-то откорректировать. А действительно причина-то остается. Человек как дышал, так и дышал. Концентрации нужной углекислоты нет в организме, нету. Значит, кислород не отдается, не отдается. Не идет он туда по этой причине. То есть, очевидно, не хотят принять, а пытаются что-то сделать, знаете, какими-то окольными путями. И все это только усугубляет. Ваша мама лежит здесь, да? У нее обхоль была, да? Да. Рак возникает тоже от глубокого дыхания. И она могла вылечиться моим медом без операции. Для какой причины рака? Это глубокое дыхание. В любая стадия вылечится моим медом, если уменьшим дыханием. Мы отсюда выйдем, если своими ногами, то придем к вам. Да. Спасибо. Значит, 40 лет тому, 41 год, дядь в этой клинике, что рак и смерть глубокого дыхания, и врачи продолжают 41 год здесь учить дыши глубже. Убивая стадия? Да. Вот, предельный идиотизм. Ставим свои 5 копеек. И вот тут я перехожу к следующему. Так как я сам голодал, немножечко так в голодании разбираюсь, с помощью голодания также излечивается онкология. А что за процессы идут на голодании? А на голодании также происходит закисление организма, то есть повышение и углекислоты, и другие. И все это настолько меняет внутреннюю среду организма, что начинается вот рассасываться разного рода новообразование. Ну, насколько это там возможно. То есть и дыхание с накоплением углекислоты, и голодание, они оказывается имеют общие основы, которые можно применить, а именно задержкой вот этого дыхания, или, грубо говоря, самоудушением, таким постепенным, а именно меняя глубину дыхания, растягивая дыхание, вы можете накапливать вот эту углекислоту и делать ткани своего организма очень и очень устойчивыми против разного рода паразитов, опухолей, ну и всего остального. Что и наблюдается и при голодании. При голодании как раз проявляется тот же феномен. И вы видели, я неоднократно вам показывал, когда начинает вот эта мерзость вся отходить. То есть смотрите, что интересно. Кстати, мне написали, а вот как изгнать там паразита из глаза, там, глиста. Вот, мол, один там рассказывает, как это сделать, надо там чистотело, там, значит, там, закапать. Ну, примерно так. Ну, лист может уползти, он же по этим кровеносным сосудам легко и просто движется. Так вот, что мы наблюдали на примере Эдуарда, на примере Костика и ряда других? Это то, что по достижении примерно 27-30 суток, те глисты, которые имелись в организме, они дохнут и выходят. Мы видим эти клубки вышедших глистов. При этом мы не едим и не применяем никаких этих самых противопаразитарных средств. То есть получается универсальное средство голодания, длительное голодание, когда создаются условия, а именно, вот как раз вот это вот накопление углекислоты, когда клетка начинает работать совершенно по-другому за счет того, что концентрация достигает необходимых величин, что запускаются совершенно другие механизмы на клеточном уровне. То же самое за счет задержки дыхания или самоудушения, я потом немножко скажу про самоудушение, вы повышаете концентрацию углекислоты и прочих каких-то веществ, когда клетки переходят на совершенно иной уровень работы, и они начинают настолько быть активными, что разрушают там опухоли, разрушают тех же паразитов. То есть противопаразитарку, которую мы так все активно используем, оказывается вот если мы будем применять вот этот метод, она нам не понадобится. Как вам? И в том числе вот при лечении различных опухолей. Выше идиотизма вообще быть не может. А уже это жулики же. Они меня уничтожали, пытались посадить в стихушку, убить уколами. Я отсюда удрал в Сибирь, чтобы там это создать и дать все. Но в Сибирске. Ну вот смотрите, видите, оказывается, вот тут интересный феномен нашего общества, что оказывается, оказывается, чтобы вот и меня там замалчивает вот со всеми этими естественными методами оздоровления. Как только что-то такое эффективное создается и более того безлекарственное, так это вызывает вот поневежеству, ну поневежество может быть от того, что вы не знаете, и может быть из-за корысти, вот тут что они там, глубокодышащие что ли, из-за корысти того, что они теряют свои доходы. Им это непонятно. Ты становишься чужаком со своей мочой, со своим дыханием, со своим голодом, со своим этим движением, потому что ни с чего этого невозможно взять денег, чтобы прокормиться. И люди кормятся на чужом горе. И ты для них становишься врагом. И поэтому вот, пожалуйста, Константин Павлович и говорит, и убить, и посадить, и в психушку, и все что угодно сделать. И замолчать, чтобы у тебя тут не было что-то, а шельмовать тебя, что ты такой какой-то ку-ку. И вот на втором этаже, вот в тех окнах, вот это была наша лаборатория. И мы здесь работали по 68-й год. Пока не пришло в указание... Июнь, как раз в июне. Да. Июнь 68-го года. Пока не провели мы полную апробацию нашего меда в Ленинграде в 68-м году, нам дали тяжелейших больных, 46 человек, которые болели бронхерной астмой, гипертонистой, гаститом, колитом, геморроем, эпилесией, неврастенией, с опухолями, липомами и так дальше. Мы за месяц в среднем, вот месяц виноватся еще с двумя моими сотрудниками, вылечили их полностью, даже опухоли рассосались. Этот документ министр Дороген Петровский спрятал, обманул Лаврентьева, чтобы там провалились. Вот то, что сейчас говорит Константин Павлович, имеет большое значение. Практика. Только практикой проверяются различного рода теоретические выкладки, умозаключения и, допустим, даже собственный опыт. А будет ли он работать на других людях или не будет работать? И на основании вот этого, как бы сказать, большого количества вылеченных людей уже выясняются какие-то закономерности, как это работает, где она эффективна, где малоэффективна, что надо сделать, чтобы повысить. Вот этого как раз большого стоит. А то вот лечат, лечат онкологию и что-то как-то у них не особо получается. Ну, возьмите какой-то другой опыт, что-то сопоставьте, что-то сделайте. Нет, это ничего не надо, ничего не надо. Барнахиальную астму до сих пор так лечат, вот этим пшикают и прочее, прочее. И возможно, возможно, опять-таки упирается и в самих людей. Они предпочитают из баллончика подышать, да и бежать дальше, нежели тратить время на вот такие вот занятия. То есть, вот подумайте, вот в чем причина. Видите, как официальная медицина, он же кандидат медицинских наук, что это официально, не хочет признать явные вещи, не нужны, вот не нужны. Не надо нам ни физиологии, мы вот как-то привыкли вот так вот лечить, и вот это вот наше лечение. А ну, тем более, все это меняется, там не было, грубо говоря, до 50-го года, там такого обилия этих таблеток, ну не было физически. А потом вот это вот с развитием химии, вот эти вот фармацевтики, все это развилось, и некоторые люди поняли, что на этом можно делать большие деньги. И все, теперь они застолбили, и все, 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 все. Все, таблетками завалим, прививками заколем. А насколько это эффективно, а насколько это вылечит человека. Что мы там почти все больные погибли, и на этой лжи, нас на этой лжи, не подтверждены никакой бумажкой. Мы были закрыты, все стали без работы. Винус, она должна была уйти в БЕС, работать в медучилище, потому что тут нигде ее не принимали, как врача. Потому что она была, работала с бутейкой, это был, так сказать, все. А тут прокаженный, как прокаженный нас здесь встречал в медицинам. Здесь сотни академиков умерли на глубокое дыхание, половина врачей эти перемерли на глубокое дыхание. Но упорно не допускает нашу методику для распространения внедрения. Вот самое интересное. Ну вы же сами умираете. Ну вы хотя бы для себя сделаете что-то такое, чтоб это... Ну о чем это говорит? О какой-то повальной тупизне на всех эшелонах. От низу до верху. Просто удивительно. Если бы академ Городов и Советский Орел встал в нашу систему, то можно было эту вывеску не вешать. Больных бы почти бы не было. Я тут работал пять лет. Наверное, это наша рабочая работа. Да. Эти двери забивали железом по приказу Мишалкина, чтоб к нам не могли пройти больные. Много раз. Мы утром приходили, отбивали железо, работали. Мы уходили опять по приказу академика Мишалкина. Забивали железом двери и потом мы уходили. Ну что еще вот сказать. Вот люди получали эффект. Да, приходили, уходили. И они не смогли отстоять доктора, который реально возвращал им здоровье. То есть вот он бился один на один. А что остальные? А остальные в рыках получили свои, да ушли и забыли там на этом. И вот это все такое какое-то безразличие, какое-то такое, знаете, наплевательское отношение к таким открытиям привело к тому, что да никто его не знает, никто не это. И идут протоколы сверху спускаются. Вот так вам будем лечить, вот так вас залечим. И это нормально. А вот если вылечим по каким-то другим системам, это ненормально. Это уже чуть ли не уголовно наказуемо. А где люди, которые получили вот это вот свое здоровье? Где их мнение, где их влияние на всю эту бюрократию, чтобы сделать ее человеческим лицом, чтобы это было? Где это? Ау! Значит, вот по этой лестнице поднимались больные. Сюда приходил больной. За полчаса ему за 10 минут снимался приступ. И на этом приезжали мучения. Или он шел налево, дорога налево. Это хирургическое отделение. Там шло на операцию. Значит, вот здесь были рентгеновские эти самые отделения, где ввели очень сложные исследования. Зондирование этим больным делали жуткие. Потому что сама опасность большая. Водили зонды в сердце и так дальше. И больные тяжелые приносили. Даже были случаи отрицательного действия. Смерти даже. Если попадал в хирургию, шел на операцию, где было огромных смертностей. И ноль излечения. Вот две дороги. Ну вот, знаете, опять-таки, вот это, слушая, все в уме возникает. Ну, зачем какие-то сложные исследования? Зачем еще что-то там такое? Якобы что-то там найти, что-то узнать с риском для жизни. Вот как Лужкова, плановая какая-то там операция или еще. Если же, опять-таки, зная физиологию, как работает дыхание, просто-напросто вот это все устранить. И все это проходит без всяких исследований. Ясно, видно, все это понятно. Вот все что-то надо усложнить. Что-то, знаете, как-то это самое, на этом заработать. А глупить, в конце концов. И ни за что не отвечать в отрицательный результат. Вот туда ушел, да, мы же тебя лечили, мы же за тебя боролись. Думайте, думайте. Из тех людей больных, вот именно этой болезнью, такой же, как у меня, тем, кому я советовал и кто принял этот метод, а это большинство людей, пока не все живы. А вот три человека, к сожалению, ну, остались, значит, вот при своем мнении и сейчас уже живых нет. Вот так статистика работает, что очень тяжелые даже те, которые приняли, значит, начали лечиться этим еще живы и, в общем, чувствуют себя нормально. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но, в общем, все живы. Опять-таки, вот это лечение, тире, нормализация функции дыхания, больше ничего. Мы с вами, и я вам рассказываю о том, чтобы нормализовать протекание жизненных процессов в организме человека. И, конечно, вот эта функция дыхания является одной из основных. И если мы ее нормализуем, мы не лечим, мы не лечим вот это. Мы нормализуем. Нормализовать можно разными средствами, не только с помощью дыхания, можно с помощью физических упражнений, которые также способствуют накоплению углекислоты. Можно с помощью того же голодания, которым там не рассказывается, вот якобы это там не работает. Можно с... вот есть такая, сказать, наука, как медитация, которая совмещает в себе еще большее количество вот этих вот нормализующих организмов и, можно так сказать, лечебных этих компонентов. То есть не только с помощью дыхания. То есть нормализовать. Плюс, что мы еще делаем? Мы с вами конкретно. Конкретно. Мы занимаемся очищением организма, очищением, тем самым нормализуем его. Но если мы еще с вами добавим и дыхание, как некоторые знают, если они добавляют голодание, что по эффективности действуют так же. А в некоторых случаях еще даже, если человек голодает и регулярно, и более длительные сроки, еще более эффективно. То мы добиваемся вообще каких-то космических результатов. Запомните, не лечение, а нормализация. Нам надо не вылечиться, а нам надо нормализовать свой организм, чтобы он дальше вот как на рельсы встал и покатил. Если мы не нормализуем, а вылечим на какое-то время, как бы сказать, сняли тот или иной симптом, то он потом от неустраненной причины возникнет опять. Почти перед самым выпиской из санатория, вот я понял, что такое стенокардия первый раз. Но если не считать приступ инфаркта, то есть до этого говорили стенокардия, но я как-то не представлял, что это такое. А тут я вот, значит, почувствовал вот этот приступ. Ну и когда выписался, значит, я находился под наблюдением, как и положено. Ну и нужно сказать, что жизнь, конечно, сразу другой стала. То есть нагрузки, все это изменилось. То есть какая-то такая жизнь второсортная и неинтересная очень. Вот интересная и находится под наблюдением. Что наблюдают? Не устраняя причины, наблюдают, когда ты помрешь или когда с тобой очередной приступ случится. Ну что вот наблюдают? Опять-таки я вот у вас спрашиваю, а вы спрашиваете у себя. Что они наблюдают после инфаркта, после стенокардии? Что наблюдают? Надо не наблюдать, а нормализовать. И вот это наблюдение, не понимая, не воздействуя на первую причину, которая все это дело запускает. Оно и делает жизнь человека второсортной. Сажает его на таблетки. И вот это самое, пытаются сделать какую-то коррекцию того, что там произошло, не влияя на причину. Сделали коррекцию, вроде как стало лучше. Бросил таблетки пить или это, уколы там делать. Через некоторое время все вернулось и вдобавок еще очередной инсульт или инфаркт. Честно говоря, вопрос стоял о том, стоит ли так жить дальше. Но так-то стенокардия мучила. Бывало ли дни, когда по несколько раз, и приходилось усиленно лекарство применять. И в общем-то в августе, можно посмотреть. Ну а что лекарство делает? Вот она лекарство, если что-то там сжало, спазм, она пытается расширить, расширить, расширить лекарство. Опять бросили пить, все сжалось. Так эти лекарства-то надо выводить, это печень, это почки. То есть еще накапливается груз проблем. Значит, попал я опять в стационар. И тут у меня, значит, вот диагноз уже, вот читаю, как здесь написано. ИБС, стенокардия, напряжение и покоя, функциональный класс третий, похоже так, здесь сокращение, перенесенный. Крупноочаговый инфаркт миокарда. Ну и сопутствующие тут болезни атеросклероз сосудов нижних конечностей, синдромом перемежающей хромотыли. Нижних конечностей склероз, склероз. Запомните это, как влияет вот это все на отсутствие должной концентрации углекислоты, на сосуды конечностей. Они склероз, а потом начинают отмирать. Так что вот видите, какая жизнь могла бы ожидать. То есть вопрос стоял об операции, поскольку там, значит, какие-то у меня были забиты сосуды. Организм нарочно закрывает уже, понимаете, закрывает астма, закрывает воздухоносные пути. А в кровеносном русле он закрывает вот этими разного рода бляшками, отложениями кровеносные пути, чтобы как-то замедлить, улучшить концентрацию углекислоты в организме. Видите как происходит. А как только мы начнем все это дело по действию на первую причину накапливать, это все начинает рассасываться и нормализоваться. А тут нет вот этого непонимания, да? И ага, операцию тогда мы тебе сделаем. А что операция? Опять-таки, первопричина-то неизвестна. Хотя она известна, но они ее не хотят видеть, они ее не хотят понимать. Они не хотят ничего знать, они вот это свое, что им научили. Дальше у них вот такие шоры, они не видят, что вот здесь находится. А человеку что? Человек становится инвалидом. Там порезали, там ставили, там еще что-то. Вот это же туха. Я уже понял, что значит вот это лечение мне не помогает, и продолжение его, видимо, к хорошему не приведет. Поэтому выписался, и когда я вышел, у меня один за другим начали приступы стенокардии, причем очень тяжелые. Вот. И вот я начал ходить в бутейку. И буквально в считанные дни, в считанные дни, я, ну, почувствовал облегчение. И это понятно теперь почему, но тогда это было, конечно, очень трудно представить, поскольку, ну, столько я принимал лекарств, вот если здесь посмотреть. Вот видите, что значит? Грамотный подход воздействия на первую причину. Если мы на нее именно воздействуем, у нас сразу же на глазах идут улучшения. Если мы что-то делаем мимо, как оно было, так оно и будет. И для человека это, естественно, какое-то волшебство происходит. А все это волшебство связано с тем, что мы не знаем, как работает наш организм. Вот если бы знали эти знания, использовали бы хотя бы для себя, и для себя-то надо использовать, тогда совсем другое дело. Вот этого всего бы не было. А так вот, от невежества, из-за того, что мы не знаем работу своего организма, у нас возникают вот такие вот проблемы и такое вот поручное лечение. То это, ну, порядка 18 пилюль в раз, всяких разных. А тут я бросил все лекарства принимать. На какой день? Да я бросил принимать на первый сразу же. И скажу почему. Потому что, когда у меня хватил приступ, приехала скорая помощь, и меня хотели уже отвозить, я категорически расписался, что я не поеду. Вот. И вот тут-то пришла моя старшая дочь, и она просто мне сказала, садись и делай так. И вот я буквально через 3-4 минуты почувствовал такое, как бы, ну, были сжаты, видно, что-то здесь пережато было. А потом, значит, такое тепло пошло по спине, видно, сосуд раскрылся, и почувствовал такую легкость, которую вот эти полгода я никогда не чувствовал. Ну, сразу почувствовал такое облегчение, и все. Поэтому, конечно, я, ну, сразу понял, что этот метод действует. Действует и действует хорошо. И буквально облегчения наступили сразу. Дня через 2-3 дочь моя младшая, значит, опаздывала в музыкальную школу, и я с ней пошел, примерно, километр до школы. Ну, и поскольку она опаздывала, она бежала. Я шел очень быстрым шагом. Но нужно знать, как к себе можно позволить в такой ситуации быстрый шаг. Я думал, либо мне конец, либо, значит, вот, не знаю что. И вот, когда я шел, единственное, что я не делал, я вот сдерживал дыхание, пот, все это выступало, тяжело, жарко. Но дошел, довел ее. И когда ее довел, пошел гулять, то я подумал так, что если я помашу руками, то я взлечу. А вот здесь были сказаны очень важные признаки накопления углекислоты. То есть не только с помощью дыхания мы можем. Важно, чтобы выработка углекислоты идет тогда, когда мышцы работают, когда наши клетки работают. Мы все вот так вот сидим, допустим, как я сейчас. А когда мышцы работают, они вырабатывают углекислоту. И тогда кислород сам тянется в клетки, облегчается. И вот эта выработка углекислоты, она как раз проявляется в том, что человек разогревается, ему тепло становится. И начинается потоотделение. Вот как раз интенсивная физическая, ну не интенсивная, а ходьба. Ходьба с задержкой дыхания. Приведу к тому, что накопилось огромное количество углекислоты, кислоты, которое привело к тому, что все клетки получили кислород, заработали, как говорится, на все 100-150 процентов. От этого вот это крылья появились, такая легкость. А отсюда пот, жар, руки, ноги теплые. То есть, если вы будете заниматься, вот там разные методы есть. Есть, там вот палец кладут, чтобы не слышать дыхание, еще-то, что-то там задержки и так далее. Вы, я как раз вам подчеркиваю, ориентируетесь на те сигналы, которые подает сам организм, а не которые вы там искусственно что-то там считаете или пытаетесь там определить, что там происходит. Он вам, если вы правильно начали вот это вот задерживать дыхание, тормозить его, у вас щечки начинают розоветь, становится тепло и выделяется. Испарина. Естественно, руки, ноги теплые. Вот это верный признак накопления углекислоты в организме. Это верный признак того, что начался оздоровительный эффект, нормализующий эффект от накопления углекислоты. Значит, теперь его надо растянуть. Растянуть примерно хотя бы, ну на 10 минут на первый там раз. А лучше всего где-то вот на, вот я лично хожу 40 минут там. На 40 минут, на час. Чтоб вот это произошло, знаете, насыщение всех тканей и клеток углекислотой. Вот что еще задача. Чтоб вы понимали, не просто вот тут подышали, что-то там сделая, а чтоб ваш весь организм наполнился. Вот это важно понимать. Я очень тяжело заболела. И долго мне не могли поставить диагноз. И поставили его, когда я вообще уже не ходила. И держалась только на наркотиках. Мне поставили диагноз лимфогранулематоз 4BB, смешанный клеточный вариант. Ну это злокачественное заболевание крови. И понимаете, я оказалась не болея, и вдруг оказалось, что я, можно сказать, умираю. То есть, видите, приводит, как бы сказать, к таким каким-то вообще непонятным, неожиданным последствиям. То есть, недополучение клетками кислорода из-за того, что он не может усвоиться и перенестись из-за отсутствия должной концентрации вот этой вот углекислоты, приводит вот к таким различным сбоям, непонятным вообще. Причем тут вот, грубо говоря, кроветворение и так далее. А как, при чем? Да, клетки перестают нормально вырабатывать все это из-за того, что у них нет ни энергии, у них нет, ни сами они не могут нормально работать, потому что вот эти ферменты, 700 этих ферментов, которые там в клетках находятся, они в неактивном состоянии. И они там что-то делают, какой-то полуфабрикат, вместо того, чтобы выпускать нужную, правильную продукцию. И возникают вот такие вот заболевания, которые, отчего же репу чешут, отчего же это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу же, если какой-то вот такой сбой в организме, значит, надо искать причину. Ну, причину, а не наследствие. Вызвали уже даже маму. Очень. Я не двигалась, боли были адские. Ну, мне поставили первую химиотерапию, и я вдруг встала на ноги. Поразительный, конечно, тоже был случай. И прошла я 4 курса химиотерапии и облучения по радикальной программе. Очень добросовестно лечилась, я вообще исполнительный такой человек. И потом оказалась у разбитого корыта. Значит, у меня появился герпес, говорит о том, что у меня иммунитета уже совершенно не было. Сказали, никуда не ходить. Короче, предупредили семью, чтобы никакой инфекции не было. И лейкоцитов у меня было чуть больше единицы. То есть это говорит о том, что я уже больше не могу ни химиотерапии принимать, ни облучения. У меня осталось только вот... Я сама с собой осталась. Как вот мне выживать? До этого я слышала о методе бутылька. Ну, и думала, что я потом буду заниматься им. Потому что как-то все ассоциировалось с болезнями дыхания. А когда я вот осталась при своих интересах, я поняла, что я не двигаться, ничего уже не могу. Осталось только дышать. Думаю, надо помогать дыханием. Что я еще хочу вот в данном случае сказать. Вот как первый случай был мужчина с астинокардией, так вот женщина с вот этим вот заболеванием. Они не начали с дыхания бутылька. Они поверили официальной медицине, что обратятся, что она их вылечит. То есть и все люди так. И я такой был, верил, что меня вылечат от геморроя, верил, что меня вылечат от ангины, от этих белых пятен вылечат меня. Все, 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 все. Свято верил. Ну, вот пройдя вот эти, можно так сказать, круги ада, вот этого лечения, в кавычках, лечили они, и получив еще больше негатив, невольно, знаете, вот это поучила, вот можно так сказать, спасибо родной медицине за то, что она тебя поучила, что надо думать своей головой. И когда ты начнешь своей головой думать, вот тогда что-то начнет получаться. И люди вынуждены были обращаться уже, грубо говоря, и бочу там пить, и голодать, и дышать, и менять питание, и многое-многое. Другое дело, если вы хотите жить, а не хотите жить, да, пожалуйста, вот то сделай, то сделай, и лежите, поджидайте концовки. И вот я приехала в этот центр. Я даже не ставила цели, что меня здесь вылечат. Я просто хотела себе помочь. Это было 8 мая 1989 года. Понимаете, самый первый день занятий, рассказы об этом методе меня настолько вдохновили, настолько вот моё сознание всё это прониклось этим методом, при себя решила, что это мне поможет, обязательно поможет. Ну, конечно, пауза была у меня 6 секунд, очень было трудно её сдвинуть с места, но даже за 2 недели, что я обучалась, я достигла 20 секунд. Для меня это была большая радость. Понимаете, что уже 20 секунд, что что-то можно сделать дальше. И к середине лета я считала, что я уже практически здоровый человек. Но поднять паузу, вот после 30 секунд было сложно. Я включала ходьбу. Включала ходьбу и довела где-то 20 километров в день. То есть ходьба, ещё раз, 20 километров в день, это так, 20 километров в день. А оценивается время, то есть пройти, чтобы 20 километров пройти, надо затратить определённое время. И как раз за это время, когда вы проходите 20 километров, я вам поясняю такие вещи, которые вам никто не поясняет. Вы накапливаете эту углекислоту, вы создаёте вот эти, будем говорить, вот эти вот резервы там её. Не просто в крови, а в межклеточной жидкости, а в самих клетках создаёте нужную концентрацию. И они начинают, начинают работать. Вот почему нужны эти 20 километров. Это время, время, которое вы потратили на накопление углекислоты. А именно, чтобы во время ходьбы, а это ещё она лучше вырабатывается, именно вы почувствовали теплоту, вы почувствовали испарину, и вот эти параметры вы должны поддерживать, но если вы серьёзно больны, вы должны поддерживать гораздо больше времени, нежели человек, который более-менее себя нормально там чувствует. Вот в чём фишечка заключается. Я приехала осенью и решила пройти анализы. И когда я пришла в онкологический центр, врач лечащий как-то со страхом на меня посмотрела, потому что меня списали оттуда, понимаете, можно сказать, даже умирать списали. И как вы себя чувствуете? А рядом другой напротив врач сидел, а вы разве не видите? Потому что всё лицо у меня светилось от радости, понимаете, что я могу работать, как-то двигаться, ну, жить нормально. Ну, конечно, у меня анализы очень резко улучшились. И потом с каждым годом у меня всё лучше и лучше, и лучше анализы. Вот что значит просто нормализация работы своего организма. Нормализация. И это всё делается не с помощью каких-то там процедур, а это делается важно ещё, почему, образом жизни, вашим образом жизни. Я много лет уже нормально себя чувствую. Я бегаю через две ступеньки, через три, понимаете, я не ощущаю, как будто я в институте училась, в точности так же. Самое главное, что мне очень охота путешествовать. Вот сейчас. Мне кажется, я могу месяц, два месяца идти куда-то в гору и совершенно не устать. Я считаю, что это, когда у человека есть вот такое чувство, что он может идти не уставая, это значит он здоров. У меня что-то там, во-первых, я была лысая после второй химии, у меня волосы все выпали абсолютно. Главное, что врачи не предупредили об этом. Как подопытное животное. Вот вы пришли, вообще-то, должны вам рассказать, что если мы будем делать то-то, 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 с вами будут происходить такие-то, такие-то изменения. Ничего не говоря, волосы выпали. Да нормально это что-то от того. А это там, да это нормально. Загнулись. Да, да нормально это тоже. Ну вот, такое-то лечение. То есть ничего не рассказывается, ничего не объясняется. Человек вот этот, идет, ну буквально таки, не понимает, он не понимает, куда он идет и что с ним произойдет. Для меня это было такое, потрясение, когда я вымыла голову и осталась без ничего. У меня вот ребенок здесь, он очень стеснялся, когда к нему друзья приходят, я завязывала косынку. Приходили врачи и говорили, что уже бесполезно проходить лечение. Из-за того, что у них вот такие знания, вот такие протоколы лечения, и они благодаря этим всем протоколам и лечения знают эти последствия, они такое и говорят. И якобы другого ничего не существует. Вот что самое страшное. Самое страшное, что человека глупили, лишили надежды, и на этом его конец. И даже не сказали, что можно вот туда попробовать, то попробовать, это там сделать. Нет, якобы этого не существует. Мы живем, мол, на какой-то такой планете, где ничего не существует, кроме вот этого вот, такого мира и такого лечения. Люди, включайте голову, смотрите вокруг. Все есть, все лежит, оно вас ждет. Чтобы такой безнадеги не было. Вы понимаете, вы теряете сами себя, вот сами себя теряете, и все. Из-за того, что кто-то, кто-то решил, что вот так вас надо лечить. И будто другого ничего нет. Здесь как раз показано, как учат дышать, а именно, живот должен быть расслаблен, чтобы дыхание было диафрагмальное. То есть диафрагма раз, сюда поджала, живот слегка сюда. То есть ни ребрами тянем, ни ничем. То есть это дыхание по бутылькам. Вот учат вот этому, что диафрагма вот так должна работать. Живот должен быть расслаблен. Если же живот у нас напряжен, то обычно женщины дышат ключичным дыханием, вот этим верхним, ребрами. Это уже влияет на раздышивание, то есть на вымывание углекислоты. Дыхание никто вообще не учил, и люди дышат, как у них там получается, и считают, что это несущественная вещь. А когда возникает астма, когда возникает боль в сердце, или еще что-то там, они думают, вот это благородное такое заболевание, которое там не связано с дыханием, не связано с работой диафрагмы. А тут как раз объясняют. Как вы дышите, расскажите мне. Я не дышу совсем. Нет, колебания здесь. Здесь так по череду, как в йоге. Это у меня толстая брюшка. Нет, это там не брюшко, там дыхание. Хорошо. Хорошо. Где дыхание свое чувствуете? Хорошо. Ну, что вы чувствуете? Что вам мешает? Сердцебиение. Что это такое? Соли не хватает. Да, дефицит соли и калий там идет. А вот судороги нет, вот это неудобство, невозможно сидеть спокойно. Ну, не судороги, а вот места не хватает. Дефицит соли мало. Понятно? Настолько вот все там разборкано. Да, я даже себе платье насмертишила, потому что врачи мне уже сказали приговор. Или операции на сердце, потому что одни бляшки. Стинокардия совершенно не лечится, так мне просто даже, так с такой усмешкой она мне ответила. Спроси что-нибудь полегче. Я говорю, вы знаете, я еле до вас дошла. Вот трубочка нитроглицерина, не упускай из рук. Вот. И за пол, за шесть месяцев принесла два инфаркта, трижды лежала в больнице. Трижды. Ну, в общем, приговор, вот 54 года. Сама я очень энергичная, очень веселая. И вот завтра я пойду на Афтек проходить, уже группу, уже документы, все заполнены, всех врачей я обошла. И вот очень сложно было найти вот этот центр бутейка. Сейчас вот без нитроглицеина, вот вчера была целый день, вы знаете, мне прям даже, даже дико. Если врачам сейчас сказать, они не поверят. Потому что я лежала в больнице, мне давали четыре раза по шесть таблеток в день, это 24 таблетки, и 25-й укол на ночь. Просто я задыхалась, я не могла уснуть. Вот это моя была норма. А давайте-ка посмотрим лечение. Из-за того, что не хватает узекислоты в организме, идет спазм сосудов, организм, значит, начинает уже делать вот эти все, выращивать бляшки в кровеносных сосудах, чтобы там уже затормозить все это дело. Вот. И естественно, от этого, и еще вдобавок вот эти все эти приступы, чтобы как бы резко накопить углекислоту. А вот что делает нитроглицерин? Зачем его дают? То есть вот лечение. Периферический вазоделятор с преимущественным влиянием на венозные сосуды. Значит, механизм действия связан с высвобождением активного вещества оксид азота в гладкой мускулатуре сосудов, что в конечном счете приводит к расслаблению гладкой мышцы. Артериолы и сфинктер расслабляются в меньшей степени, чем крупные артерии вены. К расслаблению гладкой мышцы, то есть стеночка вены, стеночка артерии, из-за того, что не хватает углекислоты, они начинают сжиматься, то есть тормозит кровообращение. Организм сам начинает это дело тормозить. А дается вот это вот, все это лечение, не нитроглицерин, он дается для того, чтобы все это расширить. Когда организм сам пытается это все делать, а тут расширить. То есть еще приводит к большему вымыванию углекислоты, и в результате состояние человека становится еще все хуже, хуже и хуже. Ни понимание, ни причин, ни следствий, и у них логика такая, то, что жалость непонятно, от чего оно жалость, это якобы надо расширить. И приводит к таким вот последствиям. Как говорится, все банально, и все просто. И неправильное понимание самих процессов приводит к неправильному и порочному лечению. Что мы имеем? И вот женщина, вот, значит, это я вот слова сказал, а вот женщина это пережила на себе это все, каково ей. И сколько таких людей? Мужское отделение положили, потому что места не было, я с мужчинами лежала. Один, правда, умер. Мужчина, примерно, в 54 года тоже. У него был повторный инфаркт. Это вот на Фортунатовской, 36-я больница. Прекрасное кардиологическое отделение, прекрасное. Но мрут люди не передать. Скорую помощь без конца. Этих привозят, другие подходят. Вот, видите, что она говорит? Прекрасное отделение, прекрасное. Но... А люди мрут. Неправильное понимание процесса в организме, буквально вот этот эффект верига-бора, все это, игнорирование этого, приводит к тому, что предлагается какое-то, знаете, насильственное расширение вот этого всего, что еще больше вымывает, и просто-напросто, значит, скорость вымывания углекислоты увеличивается еще, и процессы недополучения клетками кислорода из-за этого еще более обостряются, то есть приближают действительно побыстрее к смерти. Ну, подумайте сами, а то, может, я изучаю краски. В мире, во всем, не только в нашем бывшем союзе, но и во всем мире человеческое сознание, человеческое сознание не улучшается, а идет деградация. Потому что человек направил все свое мышление, все свои силы для того, чтобы совершенствовать машины. Аппаратуру. И совершенно забыл о самом человеке. О самом человеке, к сожалению, только один думает. Это доктор Бутейко. Вообще спектр применения метода Бутейко очень широк. На сегодняшний день он охватывает около 150 заболеваний. Но это не должно звучать как-то пугающе в плане того, что это очередная панацея. По обычному справочнику медицинских болезней известно около 30 тысяч низологических единиц. Поэтому 150 это не все болезни человека, но это основные заболевания, то есть 90% заболеваемости болезней, которым болеет человек. Это вот эти как раз 150 болезней составляют. Поэтому и кажется, что метод Бутейко все охватывающие. Спасение самого человека. Это должна быть государственная программа заинтересованного правительства. То есть, да, есть какие-то заболевания там. А основные, основные, основные все эти болезни это следствие того, что организм находится не в правильных условиях своей работы. То есть, не созданы должные условия. Вот когда делают там город, или когда делают завод, чтобы город жил, надо создать условия для его, значит, чтобы чистота была, мусор вовремя выбрасывался, продукты подвозились. И тогда в этом городе комфортно жить. Завод, чтобы сырье подходило, чтобы вовремя, будем говорить, отходы там вывозились, чтобы готовая продукция, значит, уходила. Рабочие места там, естественно, были в чистоте, в порядке, машины, все это такое. Завод-то хорошо работает. Так же и организм человека, он должен находиться в определенных условиях, комфортных для его работы. По каким-то причинам, вот это надо понять. Эти условия нарушаются, и в первую очередь они влияют на вымывание углекислоты из организма. То есть, подстегивают вот это глубокое дыхание. А именно, допустим, вот эти все перенесенные какие-то нервозности, грубо говоря, на работе, дома, там, в быту или еще там где-то. Все это вызывает вот спазмы, мускулатуры, спазмы кровеносных сосудов. Это приводит к тому, что человек вроде как думает, надо там невольно начинать раздышиваться, вымывает еще больше углекислоты, и начинаются тогда вот эти разные проблемы. Потому что большинство, допустим, приступ астмы, приступ до той же стенокардии, приступ гипертонии, как правило возникает из-за того, что сначала человек поволновался. Он поволновался, подышал, спазм, опа, и вот она тебе кризис. Если они хотят, чтобы было ли здоровое население, здоровое население, которое будет работоспособное, и ничем не будет болеть. Мы это гарантируем. Буквально еще сто лет, и не будет ни одного здорового человека на планете. А из ста детей, сколько вы можете найти здоровых на сегодняшний день, в которых не было бы ни аллергии, ни постоянных простуд, ни сниженного иммунитета. Метод Бутейка необходимо внедрить на земле. Не только в России, просто на земле, если хотим, чтобы осталась земля. Союзного офицента радиационной медицины. Акт апробации методового ГДП Бутейка по договору на больных, пораженных мочевой болезнью в Чернобыле. Последствия результаты. 82% тоже результаты получили. Ясно. Костепан, что значит 82%? Из ста больных, которые лечились семь методами, не получая никакого улучшения, наш метод дал 82%. Это значит, больные вылечились или им просто стало легче? Или, так сказать, ушли? Ну, вопрос, вылечились, это сложный вопрос. Ну, наступила ремиссия улучшения по всем показателям. Я вот написал письмо министру, а потом и замминистра Шестакову о том, что метод должен действовать и при других вирусах. Потому что на наши методы дети перестают болеть вирусными заболеваниями, то есть простудными заболеваниями, гриппом. Затем легче переносят все детские болезни вирусные тоже. У нас имеется несколько случаев излечения клещевого энцефалита в себе и тоже вирусного. Поэтому метод должен действовать и при циррозе печени, и при хронических гепатитах вирусных. Это оправдалось. И потом написал заявление, что надо пройти при больных со спидом. Что я хочу сказать? Когда? Вот это как раз аналогия хорошая с голоданием. На голодании человек начинает голодать, у него защитные силы поднимаются. За счет чего там он поднимается? За счет того, что образуется особая среда, в которой все эти вирусы, бактерии особо не живут, и паразиты. И клетки становятся наиболее устойчивые. Они получают то, что им надо, и они здоровы, они сильны, они могут бороться. То есть вот как раз клеточный иммунитет возрастает. И на голоде все эти заболевания как раз практически и не бывает. Вирусных, бактериальных, все это наоборот нормализуется. Так вот, теперь к дыханию возвращаясь. Если мы с помощью дыхания начинаем накапливать углекислоту в организме, тем самым создавая условия для лучшей работы клеток, для их укрепления, то есть клеточный иммунитет у нас также на дыхании возрастает, что как раз вот на практике это все подтвердилось, то есть с помощью дыхания мы можем избавлять себя от разного рода микропаразитов. То есть мы лишаем их этих условий, в которых они там живут. Более того, создаем такие клетки, которые очень трудно разрушить. Они здоровы, они сильны, потому что они снабжаются всем, чем необходимо. И снабжаются, знаете, вот именно не то, что там питательные вещества, оказывается, не столько питательные вещества нужны, как полноценное снабжение кислородом. Но кислородом не через кислородную подушку, не через какой-то там этот самый аппарат, который там вентиляцию легких заменяет, а то и сердце заменяет, а именно за счет создания среды вот этой вот, насыщенной углекислым газом. Тогда все нормально работает. А эти все аппараты, они приводят к тому, что наоборот, они это все вымывают, и вроде они тебя дышат, дышат, да, когда тебе не надо дышать, а тебе становится все хуже и хуже. И нам дали 12 больных с ПИДом. И вот мы получили тоже, ну тут получили почти стопроцентный эффект положительный по всем показателям. 12 больных. Это заключение Киевский Новосельсерский институт эпидемиологии институтных болезней имени Громашевского. Это вот мое обращение к Шостакову. И вот видите, опять-таки, это же не просто теория, это все, что вот проверялось, смотрелось, делалось, и вот я разложил просто руками. И никого не заинтересовало, не надо нам это, вот не надо и все. Спит, да, и прекрасно там, как хотите, так там и живите. То есть, можно справиться с этим, но, во-первых, об этом и не рассказывается, что такое есть метод, будем говорить, нормализация организма, при котором спит, уходит. Все замалчивается, все как-то. Есть заинтересованные силы в том, чтобы все это замалчивалось, и вот это вот поручное лечение, которое существует сейчас, вот оно только, только, только и шло. И тут не столько бутылька надо говорить, как вот этим вот излеченным 12 больных надо уже бить во все колокола и говорить, мы излечились благодаря этому методу, и хотим, чтобы он шел в массы. Где он? 2000 лет тому назад только величайшим гением, ну, типа вот Иоанна Златоуста, вот, или вот, другие названия есть, который создал апокалипсис, то есть предсказал нашу гибель. Он тогда видел, что мы идем к гибели, а еще все кретины понимать должны, что мы уже наполовину погибшие. Сейчас у нас гибель идет полным ходом, и ее нельзя, уже остановить нельзя. Идет гибель через самоотравление, самоуничтожение и через вырождение. Мы сейчас рождаем 99% кретинов. Мы уже кончились и вряд ли удастся нам спастись. Цивилизация эта должна погибнуть. Единственное, что может удастся ее спасти, если мы найдем причину нашего рождения, нашей гибели. Вот как будто бы я причину нашел, это глубокое дыхание, но оно 40 лет не воспринимается. Я слишком поздно это открыл. Потому что 19 век был век открытия причин. Исследования работы организма, физиологии, заложились вот это основы. Было людям интересно, как это все работает. И вроде как узнали, как это там все работает. Хотя там есть еще над чем поработать. Но основное. А вот в лечении это ничего не пошло. Ну дослужим Константина Павловича. Тут интересные у него идут выводы. Нашли причину чумы, холеры, тифов, вирусы, микробы и побороли эти болезни. Каким путем? Профилактики недопущения заражения. А то, что сейчас идет наше вырождение алкоголизм, мошенство, бандитизм, все эти болезни, шизофрения, неврастения, раки, все, что сейчас нарастает, причина неизвестна была. А я сказал, глубокое дыхание причина, это не воспринимается. А я бы сказал, не глубокое дыхание, а вот именно вот эта социальная среда, которая сейчас, она давит на человека прессом, прессом давит. Давит на его менталитет, давит на его установки, давит на его ценности, что вот такие ценности, что успех жизни вот в том-то, 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 и одни вещи там вот получили, а другие там не получили. Вот такое общество, которое сейчас существует, оно давит, давит, это все порождает разного рода недовольство, разного рода возмущение, разного рода, как вы сказали, напряжение внутри людей, которое-то и приводит к глубокому дыханию, которое вымывает углекислоту. Вон оно, я так считаю. Подумайте сами еще, включите свою голову, вот сказал человек, и я сказал, и вы еще подумайте и сделайте свой вывод. И все это можно, если так, легко и просто нормализовать. Но население молчит, а вверху стоящие, они как свои идеи продвигали, так они продолжают продвигать. И им наплевать, они на всем этом лечении, на всей этой фармакологии, на всей этой индустрии, они имеют свое благосостояние. И расставаться с ним они никак не желают. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. благотворительность